Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Всё о стиральных машинах и бытовой технике». Мы сейчас с вами рассмотрим три пылесоса Xiaomi, рейтинг лучших на Яндекс.Маркете. Первый пылесос Xiaomi в версии Roidmi P1 Pro, стоимость данного пылесоса 6331 рубль. Спросите вы, что это за пылесос? Это маленький портативный пылесос, который используется по большей степени для уборки каких-то маленьких пространств. То есть, допустим, пропылесосить диван, если нужно убрать. Также, допустим, забрали с собой в автомобиль, если нужно, можете пропылесосить там какие-то участки. То есть, пропылесосить какие-то труднодоступные места. То есть, чтобы не тащить там большой пылесос, вы можете воспользоваться данным маленьким, очень компактным. Он, видите, по размеру, то есть не больше, чем, не знаю, банка дезодоранта какая-то, баллончик, либо термос. Заряжается от зарядки. Заряжается он от аккумулятора. Работает в течение 20 минут от аккумулятора. И заряжается в течение 150 минут. Мощность данного пылесоса 90 Вт. У него есть два режима работы. Есть подсветка в той зоне, где вы убираете. Весит он всего лишь полкилограмма. И объем пылесборника у него 50 мл. Но у него рейтинг 5 из 5. Соответственно, все данным пылесосом довольны. Следующий пылесос от Xiaomi это робот-пылесос вакуум-клинер. Стоимость данного пылесоса 38 900 рублей. У него рейтинг тоже 5 из 5. Да, хочу сказать, что роботы-пылесосы Xiaomi очень, в принципе, надежные, качественные. И очень просты и удобны в уборке. Потому что все роботы-пылесосы Xiaomi, их можно использовать через мобильное приложение. И, соответственно, у них есть своя карта навигации. То есть он не будет беспорядочно убирать, где он захотел. Он будет убирать именно, как должно быть у него простроен маршрут. Также вы можете выбрать ему комнату, в которой нужно убрать. И он сам поедет в ту комнату, в которой нужно убираться. И когда закончится заряд аккумулятора, данный пылесос, соответственно, вернется обратно на свою док-станцию и встанет на зарядку. У него есть и сухая, и влажная уборка. Двигаться он может зигзагом. За что я имела в виду, что он будет убирать все постепенно, без хаотичности. Из доп-функций, которые здесь есть, это построение карты помещения, за что я уже сказала. Также таймер есть. Вы можете установить время, когда ему идти убираться. И программа по дням. То есть вы можете запрограммировать, в какие дни производить уборку. В комплектации турбощетка и боковая щетка. Что касаемо дополнительной информации, если которая нужна здесь, то китайская вилка идет с переходником. То есть под вашу стандартную розетку спокойно сможете подключить. Работает как с андроидом, так и с iUse. Соответственно, приложение Mi Home устанавливаете и через него настраиваете данный пылесос. А время работы от аккумулятора 120 минут. Заряжается тоже быстро, 180 минут. То есть в данном случае данный пылесос это просто самостоятельная единица, которая будет спокойно убирать и наводить порядки. Вы в это время сможете отдыхать или заниматься какими-то другими делами. Еще один пылесос версии Xiaomi. Это пылесос, вот модель я вам показываю, беспроводной. То есть, скажем так, как знаете, называют простонароднее пылесос-ручка. Стоимость данного пылесоса 36 900 рублей. Рейтинг у него тоже высокий, 4,85. Что касаемо функционала, то у данного пылесоса, тип пылесборника у нас контейнер. Кстати, здесь сухая и влажная уборка можно производить. Контейнер, объем пылесборника 0,6 литра. Особенности конструкции, да, вот как раз то, что я и говорила, что здесь вертикальная парковка, управление мощностью на рукоятке. То есть за счет того, что он идет без провода, он работает от аккумулятора. Время работы 65 минут, то есть в течение часа также можно навести спокойно, произвести как сухую, так и влажную уборку во всем доме. В комплектации есть несколько насадок, да, щетка идет два в одном и электрическая еще идет мини-щетка. Данный пылесос можно прикрепить к стене, у него есть свое зарядное устройство. Также очень удобно разбирается рукоятка, снимается сам фильтр. На рукоятке кнопка включения-выключения. Длина рукояти удобная для человека со средним ростом. Также есть насадки для уборки как дивана, так и насадка для уборки даже клавиатуры ноутбука. Ссылки на все пылесосы будут в описании к этому видео, можно будет узнакомиться и, соответственно, приобрести. А это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал и всем до новых встреч. Пока-пока!